Несмотря на пандемию коронавируса, про борьбу с онкологией тоже нельзя забывать. Под таким негласным девисом в течение двух дней в Твери проходит 10-я научно-практическая конференция «Розовая лента». Традиционно в ней принимают участие сотни врачей из многих регионов России. Правда, в этом году многие из них выступают с докладами в режиме онлайн. COVID-19 все-таки заставил изменить привычный формат общения. Центр специализированных видов медицинской помощи имени Аваева не случайно уже который год становится местом проведения этой конференции. На общероссийском форуме давно признаны заслуги этого медучреждения в борьбе с такой опасной болезнью, как рак. В первую очередь за счет того, что тут собраны профессионалы, которые работают на лучшем оборудовании. Только в крупных городах зачастую пациенты могут получить адекватную по всемирным медицинским меркам помощь. А то, что именно в Твери здесь в одном медицинском центре все это собрано, это, конечно, дорогого стоит. Помимо собравшихся в этом зале в режиме онлайн, в том числе и за пандемией, в работе конференции «Розовая лента» принимает участие еще около 500 человек. Среди докладчиков много столичных специалистов, а также коллег из других регионов. Тема их выступлений – влияние онкозаболеваний на потери бюджета субъектов, профилактика и скрининг рака, искусственный интеллект для диагностики в дерматологии и многое другое. Тверичане тоже не остаются в стороне. Я покажу вам на слайде, скажем, с примерами, в человеческом случае успехи веков субъектов. И хотелось сегодня даже показать о том, что технологическое изменение нового условия, потому что сегодня расходовность, без преувеличения расходов, вышла на орбиту уже космического значения. Конечно же, на конференции не обошлось без упоминания о коронавирусе. И дело не только в том, что из-за пандемии многие докладчики выступают онлайн. COVID-19 негативно повлиял и на борьбу с онкологией. В частности, показатели ранней диагностики рака молочной железы в Тверской области снизились до 75%. Если мы все предыдущие действия говорили о том, что у нас показатели ранней диагностики рака молочной железы составляют 82%. Это потрясающе высокая цифра. Но на 20-м году есть процедивные показатели, потому что были определенные плановые осмотры, правда, на дистанциализации. Поэтому среди приоритетных задач, несмотря на новую волну пандемии, вернуть прежние показатели профилактики онкологии. Чтобы, как упоминалось в одном из докладов, не тратить потом дополнительные средства на борьбу с раком, а направить их на другие цели. Например, на противодействие тому же коронавирусу. Продолжение следует...